Всем здравствуйте! Сегодня будет видео совместно вместе с Анной Флоридой. Мы решили снять такое видео, посвященное теме абрикосовой серии в косметике, в декоративной косметике, в средствах ухода. Сегодня у меня будет видео о средствах ухода. Аня же снимает такое видео о средствах абрикосов в косметике. Я предлагаю вам пройти вниз по ссылке. В инфобоксе будет ссылка на канал Анны. Это замечательный канал. Множество интересных рецептов для похудения. У нее прекрасные обзоры на ее путешествия в разные страны. Очень полезные обзоры на косметику и средства ухода. Если вам интересно, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши каналы. и смотрите наше видео. Ну и сегодня я хочу рассказать о средствах. В сериях я приобрела их не так давно, но меня эти средства покорили. Покорили своей, во-первых, доступностью, во-вторых, прекрасным дизайном. Посмотрите, какой потрясающий цвет упаковки. Это La Petite Martelier. Мы все прекрасно знаем, что это французская марка. Она уже достаточное место занимает на рынке. Я приобрела три средства. Там был еще тоник, и был крем-гель, и был крем увлажняющий. Я взяла три средства на пробу. Осталось в полном восторге. И советую вам тоже попробовать. Я думаю, вам понравится. Если тем более вам нужно средство для умывания. Это легкий очищающий гель-скраб. Конечно, он не плотный. Текстура у него достаточно легкая, достаточно свежая. Приятный-приятный аромат абрикоса. Ну, именно натурального абрикоса. Я вообще не чувствую здесь никакого химического запаха. Приятный, легкий абрикосовый аромат. При этом текстура геля прозрачная, с маленькими вкраплениями частичек. Он очень легкий. Это такой вот гель для очищения на каждый день. Вы как бы каждый день очищаете кожу, при этом немного отшелушиваете ее и улучшаете ее текстуру. В общем, производитель заявляет о том, что кожа становится гладкой, сияющей, такой вот наполненный. Действительно, аромат солнечного лета. От себя хочу добавить. Мне очищение понравилось. Это средство, конечно, может быть и не экономичное, но оно и стоит, доступно. Поэтому, я думаю, не будет проблемой повторить. Очень хорошо очищает, освежает лицо. Как первый этап очищения подходит замечательно. Я осталась в полной восторге. Очень довольна. Следующее средство у меня – это тающее молочко. Называется вся серия сияния абрикоса. Тающее молочко для снятия макияжа. Потрясающий, опять же, запах. Нежная такая текстура слегка белого цвета. Очень легкая текстура. Очень хорошо наносится, распределяется. Оставляю на несколько минут буквально, чтобы растворить косметику. И потом ватным диском все снимаю. Как этап второй для очищения лица подходит прекрасно. Действительно снимает макияж из глаз, из губ и для лица подходит. В общем, я осталась очень довольна. Здесь 200 мл. Здесь содержатся абрикосы. Абрикосы придают действительно сияние. Делают вашу кожу такой вот нежной. От себя хочу заметить, быстро очищает, быстро увлажняет лицо. При этом лицо... У меня очень были сильные шелушения на лице. И у меня были прям большие такие шелушения на носу. И когда я наносила тональный крем, все это прям подчеркивалось. Я использовала вот несколько дней эту серию. Все шелушения прям буквально... Все прошло моментально. В общем, очень довольна этим молочком. И советую вам тоже попробовать. Ну и последнее средство, которое я приобрела, это маска. Я вообще маски люблю. Я ими стараюсь, если не забываю, стараюсь пользоваться как можно чаще и как можно больше. Есть возможность очищенной кожи. Стараюсь нанести маску. Можно нанести какие-то натуральные сейчас фрукты, ягоды, киви, клубнику. Кивнику, ежевику, малину, все что угодно. Все это придает такое красивое... Во-первых, освежает. Фруктовые кислоты мягко отшелушивают кожу. И все это хорошо, благотворно действует на цвет лица. Эта маска мне понравилась. Это ночная маска. Она наносится на ночь и выставляет ее до утра. Она заявляет производитель о том, что она является такой вот преображающей ночной маской. Я наносила ее сначала, я нанесла ее перед ответственным выходом, буквально где-то на 2 часа. Но даже за 2 часа она показала себя отлично. Она кожу увлажнила, во-первых. Как-то кожа моя подсветлела. И что мне больше всего понравилось? Немного матирует эта маска. И я у себя такую, вы знаете, заметила бархатная такая кожа стала. Какой-то действительно, вот как у абрикосов, бархатная текстура. Вот очень классный эффект. Очень мне понравилось. Потом я вставляла ее на ночь. Тоже она легкая, она не жирная, она не липкая. Она... у нее легкая текстура. Она такая вот, как легкий крем. И очень приятный аромат, который остается с вами на лице. Он действительно нежный. Он такой натуральный. Он прекрасно... Прекрасно... Я вот многие маски не могу переносить, потому что меня начинает раздражать запах. Запах у нее нежный, деликатный. Вы ее не ощущаете, но наутро у вас сияющая, обновленная такая вот яркая кожа. Я говорю, вот я заметила вот эффект такой вот бархатного лица. Слегка матирует и такой вот бархатный. Подходит для всех типов кожи. Это вот такое вот приятное увлажнение, осветление и сияние. В общем, вот такую вот интересную серию продуктов я приобрела. Осталась я в полном восторге. Продукты недорогие. Вот это, по-моему, стоит по 140 рублей я покупала со скидкой. Вот это я купила за 180. Но я считаю, это вообще смешные цены. Но качество при этом мне очень понравилось. Тем более, такие средства никогда не будут лишними. Не так часто декоративную косметику покупаю, насколько я часто покупаю именно средства ухода. На этом мой обзор закончен. Вот такая вот серия абрикосовая. Очень мне понравилась. Это марка Леопетина Марселье. Проходите по ссылке и смотрите видео Ани Флориды. У нее будет обзор декоративной косметики с абрикосом. Я уверена, вам будет очень интересно. Подписывайтесь на ее канал. Подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны. Ставьте лайки, делитесь комментариями, кто пробовал эти серии, у кого есть какие-то интересные средства тоже с абрикосом. Если есть, делитесь в комментариях. Будет очень интересно почитать. И на этом все. Всего доброго и всем пока. Продолжение следует...